Маня. Сегодня расскажу вам, как избавиться от лишних груш. Смотрите, бывают вот такие вот груши. Она уже заболела. Тут видно, вот здесь тоже видно. А эта вот груша уже растет. Если кто помнит, кстати, у нас было все дерево в цвету. Можете посмотреть обзор на мою дачу весной. Смотрите, вот это она не отдает. Она должна отдавать сама. Нет, отдала. Видите, она довольно легко сломалась. Вот это вот, но вот ни в какую. Тут вот, записала камеру, не знаю, не записала. Она легко отдалась. И это вот, тянули, видите, ни в какую. Ну, тут хорошая, видно, хорошая игрушка. Она уже большая. Сейчас покажу еще здесь маленькая. Сейчас вот тут сбоку. Где же я тут видела-то? А вот. Вот они, видите, заболевают черненькие. Вот ее дернешь. Оп, она отломилась. Тут, может быть, еще, кстати, нормально будет. А вот эту вот надо убирать, она и болеет. Не отдает. Но ее нужно забрать сюда у нас. Ну, ломается легко, потому что от нее потом будут другие болеть. Хорошо, если еще убирать, отдельно выбрасывать. Чтобы она потом не заболела. Сейчас вот она не болеет, но может. Вот, груша, она более такая нежная. Здесь вот тоже, кстати. Вот она. Оп, сломалась. Она вот так должна. Ни в какую. Вот они, видите. И тут еще и вот этого года. Это не старые. Вот еще. Их тоже убирать. Оп. Тут вот тоже вот. Вот они. Вот так вот, если лишние убирать, грушки, там вот тоже выбирать. Маленькая есть. Одна побольше вот там. Если вот так вот по всей груши пройтись заранее, то можно много лишнего убрать. Но в нашем случае груша сама побросала груши. Вот они. Очень-очень много она сбросила. Она была вся абсолютно в цвету. И выбросила просто очень много. Надо было заснять мне, конечно. Кусок бы я сейчас вставила. Тут было просто все в грушах лежало. Сейчас уже, конечно, не видно всего этого. Так, это наш сад. Можете обзор посмотреть на мою дачу отдельно. Короче, вот так мы с вами просто проходим по груши с ведерочком и убираем лишнее. Которые вот маленькие, такие вот черненькие. И все. Сейчас мы с вами давайте еще пройдем. А ну вот видите, листочки, они чуть-чуть болеют. Вот они, черненькие, они видите. Уже заболели, еще маленькие совсем были. И уже заболели. Вот эта хорошенькая. Она еще дозреет немножечко попозже. Те могут уже выйти. Вернее вырасти. А вторая часть будет дозревать. Здесь их много. Просто, чтобы она тоже, соки же, распространяет по всем грушам. А если вы часть уберете, то соки пойдут именно на те груши, которые должна, например, идти. Тут вот на одной ветке тоже, вот когда две груши, это слишком. Ну тут вроде они еще ничего. Где-то я видела. А, вон она. Вот она. Видите, черненькая. А если черная появилась, все, она начинает расти. Мы ее убираем. Выкидываем. Внизу он тут. Полно валяется. Пойдут другие груши. Другие груши вырастут большие, красивые и сочные. Это вы, кстати, увидите в обзоре на август, сентябрь. Обзор дачи. Либо можете просто посмотреть предыдущие года. В прошлом году я снимала. Какие вырастают у нас красивые груши. И вот она, конечно, сама груша. Всем спасибо за просмотр. С вами канал был Артвания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также смотрите другие ролики. Наши другие обзоры. На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики. Наши ролики про дачу. Я очень много там рассказываю. В моем распоряжении дача уже не первый год. Уже очень-очень много лет. Я довольно много интересной информации знаю. И пытаюсь с вами ею поделиться. Снимаю такие небольшие короткие ролики. Также смотрите наши влоги. Как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Обзоры на продукты, на технику. И много всего там интересного. Разные интересные фоны. Такие же вот красивые. Хорошего очень качества. И с вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.